Всем привет, это Art.V.I. в студии Андрей Ижов. Новая неделя и новый герой проекта «Что это было?». Здесь мы каждую пятницу анализируем российскую и мировую действительность, пытаемся все вместе найти ответ на вопрос «Что это было?». Сегодня искать ответы будем вместе с политологом Глебом Павловским. Он в нашей студии. Глеб Павлович, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Больше 50 дней, больше полутора месяцев продолжаются боевые действия в Украине. Вот сейчас по вашему сторону, скорее ближе уже к какому-то новому этапу эскалации, учитывая и обострение в Донбассе, и инцидент с русским военным кораблем. Или же все-таки ресурс военных методов, он не безграничен, и мы увидим какое-то затишье в обозримой перспективе. Как вы думаете? Ну, затишье я не предвижу и пока не понимаю, откуда оно возьмется. Понимаете, здесь есть разные посты происходящего. Во-первых, этого смертоубийства не должно было быть, но другое, во-вторых, оно есть, оно идет. И у него своя логика. И, так сказать, третья задача – остановить его. Это непростая задача. И все эти три уровня, они друг с другом не сочетаются. Вы можете бесконечно возмущаться и проклинать это событие, но оно от этого не остановится. А главное, что вы не можете ничего предложить для выхода из этого состояния, пока что-то не произойдет. Значит, что-то может произойти на поле боя, что-то может произойти за его пределами, на дипломатическом уровне. На последнее рассчитывать сегодня очень трудно. Изменения, вы говорите, изменения одно произошло, для меня заметное. То, что и европейские страны, и Соединенные Штаты, по-моему, окончательно сделали ставку на решение вопроса на поле боя. Это, кстати, не такое ожидаемое событие. Еще недавно оно было, казалось, маловероятным. А в начале, ведь вспомним, что все это началось 50 дней назад, до начала существовал западный, причем не российский, именно западный стратегический консенсус военных экспертов, которые говорили, что, ну, это и может быть, но если она начнется, то она займет три дня, не больше недели, потому что силы слишком несопоставимы. Это говорили не в Москве, это говорили военные эксперты, американские, европейские. Оказалось, что не так. Кстати, я думаю, что это мнение экспертов западных, как водится, повлияло на решение в Кремле. Так что сегодня, сегодня мы имеем дело с тяжелой ситуацией, тяжелой для Украины. Прежде всего, конечно, потому что от нее ждут победы или поражения, не будучи готовы ей помогать слишком много. Ну, фактически, Брюссель таким образом смирился с тем, что при самых негативных раскладах вся территория Украины станет таким местом тотальной, беспощадной битвы. Насколько вообще он в этом заинтересован, учитывая, что это непосредственно географическая близость к границам Европы, к границам стран НАТО? Насколько это, мне кажется, опрометчиваю довольно и заявление господина Баррелли, и в целом решение, о котором вы говорите, вот этот слом европейский? Я вижу, что мейнстрим движется в эту сторону. И мне предполагают, что вся территория Украины станет полем. Считают, что... Почему, я не знаю. Так же, как я не понимаю, почему считали 50 дней тому, что за имя три дня и будет взят Киев немедленно. А потом говорили, начнется партизанская война, которая тоже, между прочим, не началась. Это все воспоминания о 40-х годах. А теперь почему-то уверились то, что украинская армия может нанести военное поражение российской. Я не очень понимаю, как это может произойти. Но в любом случае, я думаю, что Европа рассчитывает увидеть Украину победительницей. Это вот такая... Она может измениться, эта ставка. Но сейчас она такова. Ну, и мы видим активизировавшиеся поставки вооружения. Возможно, и на это расчет, в том числе и США, и Европа. Ну, поставки вооружения не могут решать всех вопросов. Потому что вооружения, в общем, разнокалиберные. Они идут одновременно с огромными потерями в военной инфраструктуре, в горючем. Без горючего, как вы понимаете, техника бесполезна. И потери в кадрах. Украина и прежде испытывала нехватку подготовленных кадров. Это тоже проблема. Эта проблема никак не упростилась в последние недели. Поэтому поставками вооружений выиграть Украина не может. Вы сказали, что на дипломатию, вот уже на нынешнем этапе, в нынешней фазе рассчитывать стоит в последнюю очередь. Почему тогда пресс-секретарь того же Путина раз за разом говорит о готовности, так или иначе, к встрече кремлевского хозяина с Владимиром Зеленским? Почему это повторяется опять те же 50 дней? Я думаю, что он не стал бы это придумывать. Он имеет на это санкцию. Просто Путин ожидает каких-то условий, которые его устроят или с которыми он сможет работать. Пока этих условий он не видит. И поэтому, на самом деле, вообще технические переговоры-то идут. Они идут, но не публично и, в общем-то говоря, без каких-то прорывов. Я думаю, что каждая сторона ждет прорывов на поле боя. Одно из событий уходящей недели – это довольно неожиданное содержание Виктора Медведчука, наверное, самого близкого к Владимиру Путину украинского политика. Это существенно меняет расклады? Ведь наверняка, мне кажется, и Путин лично, и Кремль воспринимает это как дерзость. Нет, я не вижу здесь никакой перемены раскладов. Для меня удивительно, что Медведчук до сих пор оставался на территории Украины. Это поразительно, да еще с охраной и поваром. Это говорило просто о каком-то его самомнении излишнем. Потому что, конечно, ему надо было оставить это опасное место. Но что он может изменить в этой ситуации? Ну, конечно же, менять его на тысячу пленных не будут. Он сбитый китайский летчик. И его судьба не завидна. Тем более, что он нарушил условия, которых содержался. Да, он был близок в качестве, что ли, такого доверенного посредника. Наверное, информатора, что очень плохо. Потому что, когда один человек совмещает роль посредника и информатора, значит, этой информации нельзя доверять. На самом деле. Я никогда не считал, что его информация адекватна. Потому что он заинтересованное лицо. Вот так что не знаю. Путин из сентиментальных чувств не кинется спасать Медведчука, я думаю. А Виктор Медведчук, как некий посредник, я не скажу, что переговорщик, это совершенно фантастическая ситуация. Нет, я думаю, что никакой он может быть переговорщик. И кто же ему будет доверять? Ни одна, ни другая сторона ему не может доверять. Совершенно не так. Нет, это какая-то уже частная, печальная, но частная история. Глеб Павловский в студии «РТВА» это проект «Что это было?». Тут на этой неделе объявили сразу в нескольких регионах, граничащих с Украиной, регионах России, повышенный уровень террористической опасности. Белгород, Курск, Ростов, Брянск. Глеб Павлович, это, по-вашему, такая дежурная административная мера? Или действительно сейчас можно рассматривать, опять же, в этой фазе, более чем 50 дней прошло, любые и провокации, и теракты, о возможности которых говорила украинская сторона? Нет, я думаю, что это вполне реальная мера перед лицом, реальные угрозы. Киев получает разные виды оружия. Некоторые из этих видов можно использовать для поражения целей на территории Российской Федерации. И теперь, когда Украина определенным образом поставлена, так сказать, выдвинута вперед в качестве фронтового плацдарма Европой, она, я думаю, что очень вероятно, что в скором времени она прибегнет к такого рода действиям. И особенно она прибегнет к ним, если будет терпеть военную неудачу. Поэтому, да, вполне, так сказать, российские узлы, точки, поселки в этой зоне, примыкающей к Украине, они действительно под реальной угрозой. Предпримет Украина эти очень опасные для нее само действия, или нет, я не знаю. Но в каком-то смысле, общаясь с европейскими представителями, я понял, что от нее это ждут. Ну да, и местные губернаторы, даже главы районов через государственные СМИ заявляют просто уже как о состоявшихся фактах, говорят о неких атаках с украинской стороны, с пострадавшими, с жилой инфраструктурой. Здесь надо быть осторожным. С информацией во время военных действий надо быть осторожным, потому что теперь у губернаторов появляется как бы соблазн списывать на этих каких-то украинских диверсантов все, что угодно. Значит, и они, конечно, будут этим пользоваться, я не знаю, но, несомненно, какие-то такого рода действия были, да. Что касается боевых военных инцидентов, здесь Россия заявила о том, что будет рассматривать уже натовские транспортные средства, любую инфраструктуру, с помощью которых поставляется вооружение Украины, как законные военные цели. Это заявление российского МИДа, сделанное в среду. Вот такая готовность вступить фактически в прямое противостояние с НАТО, это такая декларация, скорее, или готовность уже есть? Это еще не готовность вступить в противостояние с НАТО, потому что какие-то транспорты, отправленные странами НАТО на территорию Украины, они не сохраняют, так сказать, какую-то, они движутся не под флагом НАТО, они не экстерриториальные, они являются частью территории военных действий. Это, безусловно, опасное заявление, но оно не выходит пока за пределы возможного. Но оно свидетельствует о чем? О том, что эскалация нарастает и будет нарастать с какого-то момента, да, с какого-то момента, возможно, уже, допустим, если будут наноситься удары по территории России, то, как говорится, к бабке не ходи, а следует ждать интенсификации действий со стороны России, как в Украине, так и, возможно, в приграничной зоне стран НАТО, там, где может возникать, как бы, может быть, спорным, это территория уже территория НАТО, или это еще граница и пограничные зоны, пропускные пункты и так далее. В общем, это опасная ситуация, но именно к ней толкает решимость сторон, двух, обеих сторон, на самом деле, и Москвы, и Запада, я думаю, что и Вашингтона, ну, превратить Украину в какой-то поцдарм решения вопроса, поцдарм, как бы, битвы за, вот, не всегда понятно, за что. На Западе не отдают себя отчетов в том, что это может привести к ситуации еще гораздо худше, чем, в принципе, это сейчас даже наблюдается? Или пока сложно говорить о каких-то рациональных мотивах? Ну, почему же сложно? Я, как раз, хотел бы думать, что мотивы людей, принимающих решения на Западе, относительно рациональны, хотя война – это особое состояние, в нем никто не может сохранить полностью рациональные, как бы, соображения, потому что все меняется, она меняет оптику, меняет сознание, и цель, в отличие от политики, которой, в конце концов, удача, означает, что ты сумел включить своего противника в свою схему, в свою политическую схему, то война не интересуется включением, она не инклюзивна, она интересуется только победой, успехом той или другой стороны. Тебе не нужно, чтобы противник сохранил возможности. Поэтому здесь ситуация будет становиться все опаснее. И в каком-то смысле я бы даже сказал, что Украина, Украина сохраняется относительно возможности, возможность оценить риски свои, свои, не европейские, не российские, не западные, свои риски, потому что ведь она может оказаться в таком состоянии, где, в общем-то, на самом деле, и реконструкция станет утопией. Просто она может надолго оказаться территорией, где практически реконструкция невозможна, ни при какой западной помощи. она может стать таким пустырем в Восточной Европе, где, ну, которые будут обходить за три версты, даже инвесторы, даже симпатизирующие Украине. Вот поэтому, конечно, нет симметрии, понимаете, Москвы и Киева. Потенциал военной Москвы больше, выше, но хуже организован, хуже управляется. Управление – это вечная проблема в России, и мы это видим сегодня. А Украина не сможет вернуть прежнее состояние, ведь люди уезжают, уехало огромное количество людей, переехало, уехало. Как все они вернутся? Я не думаю. Но при этом десятки миллионов оставшихся тоже, ведь не всегда могут покинуть ту же Украину. Да. Вмять ли она станет пустырем при таких раскладах. Ну, пустырем в каком-то смысле, так сказать, я имею в виду промышленным пустырем, индустриальным. Это прекрасная, богатая страна. Она, в общем, сельскохозяйственно богатая, это такой аграрный полигон в каком-то смысле мира. Но если сейчас о голоде говорят, возможно, как последствиях, то, конечно. В значительной степени он был. А сейчас как? Как вывозить? Когда-то, это самое, еще во времена Российской империи, прежде всего был Херсон, был портом, через который шло зерно, экспортировалось зерно. Порты перекрыты. То есть, нефтехранилища, хранилища горючего уничтожены. Как вы разделите гражданскую и военную инфраструктуру в таких, в отношении горючего, например. Поэтому это очень плохая ситуация. И я думаю, что для всех, для России и для Украины важно как можно скорее выйти из нее. Но при этом воинственный Дмитрий Анатольевич Медведев, который за последние недели ознаменовался многими заявлениями, угрожает внести Финляндию и Швецию в список официальных противников. Я закавычиваю это специально, если Стокгольм и Хельсинки, соответственно, примут решение о вступлении в НАТО. Вот для этих стран такие малоприятные сигналы из Москвы, учитывая особенно то, что происходит в Украине, они скорее подстегнут эти страны? Они символические, они, безусловно, подстегиваются такими неумными заявлениями. И, собственно, чем может угрожать Москва, Швеция, чем... Поэтому это бессмысленно. Наоборот, ведь не хочу сравнивать, но шведский нейтралитет ценила Германия во время Второй мировой войны, а ей ничего не стоило занять Швецию. Понимаете? Поэтому нейтралитет является ценностью. Не участник конфликта является ценностью, когда приходит время разгребать, как говорится, последствия. А заявление типа «Заявление Медведева» просто безответственно. В понедельник в Москве, кстати, был в Новоогореве лидер еще одной нейтральной страны. Речь об Австрии. Канцлер господин Нехамер. Вообще остался какой-то смысл в такого рода контактах? Потому что, насколько я понимаю, из объяснений потом господина Нехамера ему опять Путин пересказывал все те истории про подарки. Я уверен, что Нехамер приезжал не в качестве посредника в мирных переговорах, а в качестве коммерческого посредника в интересах собственной страны. И, скорее всего, я так думаю, он чего-то добился, потому что Москва ценит этот случай. Вряд ли он приехал голубем мира. Оппонент Эманиэля Макрона, сейчас там между первым и вторым туром выборов, госпожа Липпен в рамках предвыборных заявлений заявила накануне, что после окончания, по окончании конфликта в Украине, она лично выступит за стратегическое сближение НАТО с Россией. Лея Павлович, вообще хоть какое-то, я не говорю о стратегическом сближении, сейчас возможны вот эти вот контакты между военно-политическим альянсом к одним из крупнейших в мире, наверное, крупнейшим АМС. Через какое-то время, не сразу, через несколько тактов, которые мы сегодня даже и предвидеть на самом деле не можем, неизбежно начнутся переговоры о новом стратегическом режиме безопасности. Они могли бы начаться еще этой зимой. И я горюю по поводу того, что Москва выбрала вот эту дурацкую пробу сил. Вообще-то говоря, я был абсолютно уверен, что, безусловно, как многие, здесь не надо было быть семипядей во лбу, что Кремль делает это для того, чтобы подвести этой угрозами к переговорам, сделать ту сторону податливее для переговоров. И это, в общем, нормально, это тоже не очень хорошо, но мы в мире, где без угрозы нет, с тобой не разговаривают. Ну вот, а теперь все, это порвата-поломата. И теперь ставка, ведь ставка на две, ставка на, ставка Запада на две, на поражение России в Украине и на, может быть, даже в большей степени, на разрушение российской экономики санкции. Потому что эти санкции колоссальны, а поскольку Москва не останавливает и, видимо, не остановит, значит, европейские общества будут требовать все больших, больших и больших санкций. И они будут разрушать глобализованную российскую экономику. Когда я говорю о российской системе, системе РФ, она имеет свои запасы устойчивости, но не экономически в обычном смысле слова. Она способна выживать в экстремальных, экстраординарных условиях. Примерно как сине-зеленые водоросли выжимают, выживают в этих, в гейзерах на Камчатке. Она в каком-то смысле санкций, она непосредственно не боится. Не потому что они, как говорит наше дурачье, они там способствуют нашему развитию. Это, простите, анекдотично. А потому что санкции создают среду экстремальности, чрезвычайности, экстраординарности. А эта среда привычна для нашей системы. Она переходит в режим выживания. Рост, конечно, исключен. Развитие, конечно же, исключено. А выживание включает такой своеобразный русский креатив, который опирается на такие глубинные паттерны населения, которое много раз проходило через это, только посчитайте, как говорится, за последний век. Поэтому здесь, я думаю, санкциями можно в каком-то смысле скорее консолидировать население вокруг власти. Не знаю, вокруг лично Путина, но вокруг власти точно какой-то. Потому что люди выживают, выживают, им нужна, становится нужна власть, потому что они используют ее как, если хотите, ресурсный, свой ресурсный терминал. Поэтому эта своеобразная ситуация, она плохая с точки зрения вообще развития страны, но это тоже глобализация, только такая по-русски ультраглобализация. Илья Полякович, ну вот вице-премьер Белоусов на этой неделе в числе первых, на моей памяти, во всяком случае, за последние 50 дней высокопоставленных чиновников, публично признал, что есть такое явление, как просадка экономики. Это говорит о том, что даже так... Почему первым? Нет, ну это не так уже. Это, может быть, на его уровне он первым признал, потому что... Это может ли там говорить о том, что экстраординарность обстоятельств даже для них чересчур, нет? Нет, конечно, она чересчур. Ведь в чем проблема? Когда задумывалась эта операция, она, кстати, задумывалась именно как операция, а не как война. Задумывалась как, вероятно, возможно, короткое действие. Я уже говорил, что в Кремле, видимо, переоценили мнение западных стратегов и ожидали быстрой операции, а значит, да, ожидали санкций, но разовых, быстрых, одноразовых пакетов санкций. Вот. И таких санкций никто не ожидал даже на Западе, среди западных лидеров. Что произошло? Поскольку боевые действия затянулись, общества европейские, прежде всего, разъярились. И возникло низовое давление на эстеблишмент, требующее новых и новых санкций. И в этом смысле они пошли очень далеко, дальше значительно, чем ожидали. Это говорят почти все. Они не ждали такого объема санкций, а это продолжается. И теперь санкции превратились в войну. Теперь идет вторая война, второй театр военных действий против России, причем дистантных. Россия здесь ничего не может сделать. Мы можем только говорить, что санкции – это очень хорошо, но это полная чушь, это не надо такие вещи вообще слушать. Значит, возникло, что идет? Идет разрушение инфраструктуры, на которой держится Российская Федерация. 30 лет она строила эту инфраструктуру. Это глобальная инфраструктура. Мы глобализованная система. Мы не можем, в принципе, существовать как автарки. Это всякая чепуха, которая говорится на эту тему, говорится людьми, которые просто не понимают, как это устроено. Мы не просто глобализованная, мы ультраглобализованная система. Но это значит что? Это значит, что если ее еще сильнее будут прессовать санкциями, она перейдет к контратаке. Какой контратаке, я не знаю. Но явно не экономической, потому что здесь силы... Я не знаю. Я думаю, что не экономической, но опять-таки я не знаю. Я хотел бы думать, что это будет что-то конвенциональное. Возвращаемся в студию РТВ. Это проект «Что это было?». Здесь мы анализируем российскую и мировую действительность. Сегодня делаем это вместе с политологом Глебом Павловским. Глеб Олегович, на этой неделе не один раз звучало определение геноцид из уст высокопоставленных чиновников. Даже Дональд Трамп уже высказался. Это все по поводу событий в Киевской области, в городе Буча. Это сейчас такая, скорее, действительно эмоциональная реакция западного истеблишмента на происходившее там, на эти страшные события? Или действительно после этого мы увидим какую-то существенную перестройку и юридическую, может быть, квалификацию тех событий? Ну, я не думаю, что это может быть легко забыто. Действительно страшные вещи. Они никак не объяснены российской стороной. И, к сожалению, они довольно предсказуемы, к несчастью, при состоянии, в сегодняшнем состоянии российской, в том числе, армии, сил контрактных. Нет, они не могут забыться. Они будут тянуться очень долго. И они, конечно, должны так или иначе быть расследованы. И они будут расследованы. Здесь никуда не денешься. И дойдут до суда. Того или иного суда. Сейчас мы этого представить не можем. Где, как, когда. Но такие... Есть юридические определения геноцида, юридические определения военного преступления. Здесь как раз разработана, так сказать, за послевоенные годы, имея в виду после Второй мировой войны, разработана, так сказать, правовая база вполне. Очень хорошо разработана. Но, конечно, все равно всем движет здесь эмоция. Человек не может спокойно относиться к таким вещам. Трамп, не Трамп. Опять-таки, эти вещи создают давление общества снизу. И это тоже естественно. Это давление никуда не денется. Оно не всегда, как говорится, ведет к правильным решениям. Потому что, например, некая, так сказать, моральная истерия, я бы сказал, в Европе во время, при начале распада Югославии, она затянула этот распад. Она как бы подстрекала стороны к крайним действиям. И, в общем-то говоря, в конце концов, кого-то настиг суд. Но от этого не легче. Потому что было убито и замучено огромное количество людей с разных сторон. Поэтому здесь тоже нам ничему радоваться. Но, в конце концов, сколько веревочки не виться, решение будет. Илья Полякович, вы сказали, что российская сторона никак не объяснила эти события в Киевской области. Но пусть он назвал это провокацией фейга, как в Сирии, химатака. То есть, вот такая линия. Вы знаете, это говорят всегда, обвиняемая сторона говорит это просто всегда. Всегда. Она говорила, ровно так же говорили, с большим основанием, кстати, тогда немецкая сторона во время Первой мировой войны. Это был первый случай, когда, так сказать, был сформирован консенсус по поводу военных преступлений Кайзера. Хотя, на самом деле, они были очень преувеличены. Вот. Ну и потом всегда мы слышим одно и то же, что это провокация врага. Ну, то, что говорилось дальше в подтверждении этого, о том, что Украина сама каким-то образом убивает своих граждан и раскладывает их в определенном порядке, ну, это вообще не надо слушать такие вещи, я думаю. Это заявление Путин сделал вместе на пресс-конференции с Александром Лукашенко. Тот вообще назвал это британской провокацией, уж не знаю почему. Почему, Глеб Олегович, я так и не понял за 50 дней, Беларусь и Лукашенко лично, это все-таки сторона конфликта вот в этой истории с боевыми действиями в Украине? Да, конечно, Лукашенко – это сторона конфликта. Лукашенко пытается дистанцироваться все время от него, мы это видим. Но, конечно, это не будет принято по окончании конфликта. Он стал стороной конфликта, он в каком-то смысле даже опередил этот конфликт своими бреднями о возможном нападении стран НАТО на Беларусь. И теперь он уже в тандеме, он в тандеме с Путиным до конца. Мы почти два месяца наблюдаем вот эту вот эволюцию в прямом эфире версий оправдывающих события в Украине. Демилитаризация, деноцификация куда-то ушли. И теперь миссия по защите Донбасса. Вот в этом нет какой-то неуклюжести, на которую даже, мне кажется, зритель государственного телевидения уже должен был обратить внимание за 50 дней? Понимаете, это в данном случае речь идет о, так сказать, сопровождающем информационном фоне, когда меняющаяся военная, военно-стратегическая обстановка объясняется, под нее корректируются идеологемы, пропаганды. Понятно, что речь идет, какая-то большая битва будет на Донбассе, потому что именно там Украина еще до начала конфликта собрала мощный военный кулак, ожидая именно там наступления. А Генштаб придумал другую схему, при которой он как бы обошел эту группировку, надеясь, видимо, потом взять ее в котел. Пока не очень получается. Но и украинцев возлагают надежду на эту группировку, она действительно мощная. Эта надежда может подтвердиться, а может нет. Я уже говорил о том, что, так сказать, есть такой модель Диен Биен Фу. Это во время, перед началом еще Вьетнамской войны, когда еще воевали французы, а не американцы во Вьетнаме, вьетнамцы очень небольшим количеством партизан окружили примерно такую же по мощности французскую группировку и вынудили тем самым Францию подписать мир. А вот сейчас каждая из сторон рассчитывает на свой исход битвы на Донбассе. Но война – это жестокая фортуна. Мы не знаем, чем это кончится. Создание какой-то альтернативы, может быть, НАТО для Украины, это может кончиться? Об этом шла речь тоже на этой неделе. В частности, лидеры стран Балтии и Польши обсуждали, я так понимаю, это с Зеленским. Я понимаю, что пока, наверное, рано говорить о... Ну, на это, конечно, на это не дадут согласие другие страны НАТО, потому что это будет означать фактически раскол НАТО. На это НАТО сейчас не пойдет, и Америка на это не пойдет. Но дальше, со временем, я думаю, что по итогам этого конфликта, а может быть, в следующих его фазах, будут найдены какие-то варианты эскалации, которые мы сегодня даже и не предвидим. Поэтому я говорю, что задачей является остановить этот конфликт. Но остановить его таким образом, чтобы Россия вывела свои войска с Украины, невозможно, она этого не сделает. Устав остановить его таким образом, чтобы украинцы сдались, тоже невозможно. Поэтому я не вижу пока ничего, кроме какого-то, повторяю, корявого и некрасивого, может быть, даже перемирия, в котором стороны признают фактически, что ни одна не достигла своих целей, но объявит это своей победой и получит какую-то передышку. Получается, замороженный конфликт, который еще продлится. Но он не может быть длительным. Понимаете, он никак не может быть длительным. Время его заморозки будет, безусловно, использовано всеми сторонами. И не только Европой, Западом и Россией, но я подозреваю, что и Китаем для переконфигурации системы безопасности. Ну что ж, ну, по крайней мере, не будут умирать люди, неизвестно за что. Как сейчас было с этим, как с крейсером Москва, который, как говорится, то ли утонул, то ли нет. Разные стороны, да, говорят о разном. Да, но тем не менее, как бы явно некая катастрофа была. Кстати, это удивительным образом совпало с юбилеем знаменитой очень тогда катастрофы, 40 лет с того, как британцы затопили у фауклендов крейсер. Кажется, адмирал Бельграна назывался он. Вот, и, собственно говоря, это и было поворотом в том конфликте. А вот, говоря о реформировании системы безопасности, если это масштабировать, и обратиться к такому институту, как ООН, Организация Объединенных Наций, конкретно о Совете Безопасности и о роли России, идут какие-то дискуссии? Там вообще возможно что-то сделать? Дискуссии можно вести, но для этого надо распустить ООН. Это, как говорится, система, если хотите, олигархия постоянных членов Совета Безопасности, заложена при учреждении ООН и прошита, как говорят, в системе. Никто не может никого оттуда исключить. И Генеральная Ассамблея тоже не может, даже собравшись единогласно. Поэтому тогда надо распустить ООН и создавать что-то новое. Но это, вы знаете, сколько я живу на этом свете, столько я слышу эти разговоры. О реформе ООН и так далее. Это единственная реформа, которая была, это реальная, это замена Тайваня в Совете Безопасности Китайской Народной Республики. Но она была юридически, она была, в общем, безупречна. А дальше пойти очень трудно. Политолог Глеб Павловский в студии «Артевяя». Вы пару минут назад упомянули о датах и символах в контексте крейсера «Москва». Есть такое крайне расхожее суждение, что Путин, во что бы то ни стало, рассчитывает именно к 9 мая закончить эту так называемую операцию. Насколько всерьез эти предположения стоит рассматривать? Или здесь горизонт уходит гораздо дальше 9 мая? Нет, для Путина, я думаю, это не является какой-то сакральной целью, но ведь какую, так сказать, операцию он ведет? Он, на самом деле, по некоторым его высказываниям, которые были публичными, в частности, в адрес Сталина, он не часто себе позволяет критиковать Сталина, замечу. Вот, а он очень резко отозвался о политике Сталина, который, так сказать, не подготовил страну к атаке 22 июня. Значит, его это говорит о чем? О том, что, во-первых, он много читает книг Суворова, вот, и это плохое чтение, и он считает, что ведет превентивный против неизбежной атаки. Я уверен, что он в этом убежден. Он в этом убежден. Другое дело, как говорится, это обосновать, но он, да, он предотвращает следующее 22 июня в его представлении. Поэтому, в общем, он имеет, с его точки зрения, полное право 9 мая отметить какие-то предварительные победы. Вот, Мариуполь, конечно, маловат для этого. Но, может быть, мы еще в начале этого месяца, может, мы еще что-то увидим. Я боюсь, что мы увидим ряд достаточно кровавых событий. Не выходя далеко от символов, Глеб Парагич, вот это, как вы оцениваете эффективность успеха этих патриотических разнарядок с уже запрещенными во многих странах мира, как мы знаем, буквами латинского алфавита, там еще с повязками, с белыми, что это вообще? Ну, это... Это хоть как-то... Это, ну, это как-то попытка повторить успех истории с ленточками георгиевскими. Ну, вот да, насколько здесь получается достичь того накала, что ли? Ну, как-то, что я могу сказать, не очень, это заметно. Это заметно, потому что, во-первых, это повтор. Повтор – это всегда слабо. А во-вторых, это не георгиевская ленточка, которая, как бы, признавалась в двух империях – российской и советской. А тут, извините, это вот какие-то попытки все это привязать к славянской азбуке, они убоги. Да, поэтому... Ну, и потом, люди в этот раз не так мобилизованы, как во время крымской истории. И, ну, мы видим по количеству и так далее. Вы знаете, это же мы ведем войны. Российская Федерация ведет войны зрительские, войны демобилизованных. Такие, которых ты можешь смотреть, зная, что тебя это не коснется. Если это будет нарушено, то возникнет другая ситуация. Но сейчас она не нарушена. Кто хочет, тот вот себя таким образом символически мобилизует на войну, в которой совершенно не намерен участвовать. В финале нашей беседы неожиданный вопрос по поводу лунной программы России, о которой Владимир Путин объявил на этой неделе. Тоже с Лукашенко это была встреча. Это тоже символ, это нечто эфемерное. Опять же, там были отсылки к советскому времени, к достижениям в 1957-1961 годах. Для чего это все? Ну, достижения были. И была унная программа советская. Но здесь, скорее всего, параллелью является ситуация, в которой президент Соединенных Штатов Кеннеди объявил о унной программе, о том, что американцы будут первыми на уне. Когда это он объявил? Когда с треском провалилась интервенция на Кубе. Он это сделал прямо на следующий день буквально. Это было такой отмаз своеобразный. Конечно же, он в это время не мог знать, будет или не будет Америка первая. Но он запустил программу и, в конце концов, она привела к успеху. Может быть, и путинская приведет к успеху. Но я думаю, что Лукашенко здесь слабый партнер для этого. Ну, и у экспертов, которые занимаются космосом, очень много сомнений относительно успеха этой программы. Об этом мы в наших эфирах говорили. Лея Поляковича, финализируя, вот если оглядываться, может быть, даже на весь 20 век, за счет чего гражданам России в прежние годы приходило, что ли, прозрение, порой, может быть, даже разочарование в тех или иных шагах власти. Ну, не знаю, самый такой относительно близкий пример, там, афганская война. Вот что стало решающим фактором в том, что негативно к последствиям ее стала относиться довольно значительная часть советского еще общества. Ну, конечно, потому что афганская война началась, когда в 80-м году, когда уже интернационалистский какой-то пафос в Советском Союзе был крайне слабый, и существовало зато массовое недовольство любой помощью другим странам, потому что население Союза жило в слишком плохих условиях. А когда пошли гробы, это же была армия, это была советская армия. Когда пошли гробы, то это не понравилось очень сильно. Люди молчали все равно, в основном молчали, но, в общем-то говоря, возмущение было действительно массово. Здесь этого нет. Здесь получается, как бы, контрактник, хотя там не только контрактники, мы это понимаем, контрактник – это, как бы, человек, который выбрал свою судьбу, а он выбрал себе такую работу опасную, рискованную. И поэтому солидарность здесь значительно меньше. А может, прошло просто слишком мало времени для какого-то анализа? Не хочется думать, что так же, как с Афганистаном, это продлится 10 лет. 10 лет у нас нет. Такие сроки просто невозможны для одной компании. Поэтому, я думаю, это кончится значительно раньше. В каком-то смысле, да, давление низовое будет и сподволь нарастать, но еще быстрее будет, я думаю, нарастать недовольство жизни под санкциями. Что ж, спасибо. Глеб Павловский, политолог, был в студии РТВ. Это проект «Что это было?». Я надеюсь, вам, как и мне, было безумно интересно. Ставьте лайки этому видео, комментируйте сразу после нас программы «Новые итоги», где мы вместе с корреспондентами РТВ подведем информационные итоги уходящей недели. Спасибо, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова